Всем привет, ребят, и мы продолжаем работать с геймобжектом. Давайте познакомимся с тегами и, собственно, научимся искать объекты какие-то в сцене по тегу непосредственно. То есть у нас есть, смотрите, игровая сцена, есть плеер, да, и у геймобжекта, по-моему, у чанию есть такое, как тег. Тег может классифицировать как-то этот объект. С помощью этого тега потом можно искать объекты в сцене. То есть вы можете как-то, да, классифицировать какие-то объекты. То есть вот у нас, например, есть колонны, вы можете пойти вот сюда, в ddd-tag, и, собственно, добавить какой-нибудь тег колонны этим, я не знаю, да, и присвоить им. А потом именно по этому тегу искать все объекты с таким тегом. Все просто, в принципе. Давайте разберем. Ну и разберем метод гейм, сам, так сказать, метод поиска. На каком бы, например, это сделать? Давайте сделаем какой-нибудь свет, light, point light. Давайте его побыстренько где-нибудь разместим его в сцене, почему бы нет. Я размещу где-нибудь вот здесь. Зададим какой-нибудь цвет, яркость. И теперь давайте раскопируем его. Ctrl D жмем, ой, определяем объект, Ctrl D. И, собственно, он дублируется у нас. Переместим в другой угол, Ctrl D, Ctrl D. И, вуаля, в принципе, свет у нас готов. Давайте будем, собственно, найдем сейчас все вот эти вот объекты в сцене, наш свет, и будем его включать и выключать. То есть, перейдем на самый первый, давайте. Идем в ADD Tag. И нам нужно придумать какое-то название. Давайте сделаем light, то есть свет. Выделим первый объект, потом сажатым шифтом последний, собственно, выделятся у нас все. Идем в теги и присвоим им тег light. В принципе, все, у нас все готово. Давайте теперь перейдем в код и, собственно, с этим всем ознакомимся. Получать мы будем именно сам GameObject. То есть, поиск по тегу нам вернет именно GameObject с таким тегом. А что дает нам GameObject? Полный доступ. То есть, мы можем получать компоненты какие-то с наших объектов. То есть, все, 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 все. Итак, для начала давайте сделаем переменную, в которой мы будем хранить наш GameObject. Давайте пойдем в метод Start. По умолчанию он в скрипте есть. Берем нашу переменную GameObject и присваиваем туда. Идем, смотрите, в класс, где находится метод поиска. Находится в классе GameObject. Жмем точку. И вот они два, так сказать, этих метода. То есть, FindGameObject.Vistag и FindGameObjects.Vistag. То есть, различие какое у них? Первый у нас возвращает первый найденный объект с таким тегом. И все. А второй, где написано, у них еще различие в словах. Вот видите, да? В названии GameObjects. Вот, S. Различие у них такое, что второй у нас, где Objects, возвращает уже непосредственно массив всех найденных элементов. То есть, наверно, возвращает все объекты с таким тегом, как массив. То есть, давайте сперва ознакомимся с одиночным вариантом. FindGameObjects.Vistag. После чего скобочки, так как это метод у нас является, да? И в двойных кавычках мы впишем какой-то тег. В нашем случае это Light. Да? И мы прям отсюда потом можем... Мы можем пойти вот сюда, здесь GameObject, да? И что-то с ним сделать, с этим объектом после того, как получили ссылку. Мы можем не присваивать. То есть, если у нас есть какой-то одноразовый доступ нужен, то мы можем сразу пойти в GameObject, найти этот объект, нажать вот тут потом точку. И тут вот SetActive у нас есть, и другие какие-то его поля, и, собственно, методы открытые, да? Давайте сделаем SetActive, то есть, как помним из прошлого видео, что это у нас делает активным, либо неактивным объект. Давайте просто его выключим. И посмотрим, какой, собственно, у нас... Ну, точнее, какой именно объект у нас выключится, да? То есть, какой найдется и выключится. Запускаем, смотрим, что раз, два, три, и, собственно, последний, четвертый у нас выключился. Видите, он стал неактивным. В принципе, это вот так. Не рекомендую использовать вам... То есть, работать именно вот так вот напрямую, именно в апдейте, то есть, в каких-то постоянных... То есть, вызывать каждый кадр. То есть, если у вас есть какой-то объект, и вы хотите с ним работать много раз, да? И вы его находитесь с помощью FindGameObject, просто в методе Start получите на него ссылку, там, не знаю, приватную, и потом уже непосредственно через эту переменную взаимодействуете. То есть... Ну, с этим тоже, думаю, понятно, да? Давайте теперь получим все наши объекты со сцены. Для этого нам нужно сделать тоже массив. Ну, давайте делать. Идем в нашу переменную GameObject. И, собственно, ставим двойные... Вот такие вот квадратные скобочки, да? Что делает нашу переменную как массив. То есть, означается, что это у нас будет массив игровых объектов. Давайте перейдем и посмотрим, как выглядит массив. Кто не знал. То есть, вот он. Массив. Он хранит в себе какое-то количество элементов. То есть, например, 5. Да, и у нас вот эти 5 GameObject. То есть, он хранит какое-то количество элементов своего типа. Каждый элемент у него будет вот такого типа GameObject. Другого он быть не может. Итак. Ну, массивы могут быть любых типов. Я имею в виду, что для текущего массива все элементы будут GameObject. То есть, элементы не могут быть разных типов. Вот так вот. И давайте, собственно, получим... Запишем их в переменную. GameObject равно. В класс идем GameObject. FindObjects. Выбираем Objects. Да? Кавычки. И пишем Light. Оп. Вот. Если мы наведем наш метод, мы можем увидеть, что он возвращает тип. Вот тут... Так. Вот это и есть тип. То есть, такой тип переменных вы и создаете. То есть, видите? То есть, GameObjects двойные... Собственно, вот эти вот квадратные скобочки. Я постоянно говорю двойные. Ну, типа двойные скобки. Типа... Ну... Квадратные скобочки. То есть, означает, что это массив. То есть... И вот. Сам метод и как его, собственно, конструкция, как он записывается. То есть, и принимает string tag. То есть, строку. То есть, а строки, как мы помним, записываются в двойных кавычках. Light. Все. Получили. Давайте посмотрим, получили мы действительно или нет. Перейдем, собственно, в игру. Давайте. Нажимаем Play. И смотрим у нас сразу все элементы сюда поместились. То есть, их 4. Да? То есть, вот они. 4. И ехала массовка. И как нам теперь работать, скажете вы? Все просто. Для работы с массивами сейчас рассмотрим цикл for. Записывается он так for. Тело цикла вот тут записывается в фигурных скобках. А здесь у нас непосредственно условия какого-то этого цикла. Как он делается? Первое, что нужно сделать, это инициализировать переменную типа integer. Вообще, вы можете здесь сделать что угодно, но я вообще говорю, как записываются циклы. Инт. Например, i. То есть, вы здесь можете любое название давать. Возможно, вы помните с информатики, кто в школе учится или учился уже. Вы циклы, когда проходили, вам типа говорили, пишем здесь i, 0. Вообще толком ничего. Это ключ, говорят, и ничего толком не объясняют. То есть, это инициализация переменной. То есть, вот здесь первый блок выполняется. То есть, всего три блока. То есть, они вот так вот. Давайте я вот так вот двумя минусами подчеркну эти блоки. То есть, у цикла for есть три, так сказать, блока. То есть, первый, самый первый, он выполняется один раз, когда наш цикл начинается. То есть, цикл for начинается. Да, вот. То есть, код идет, 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 дошел. Цикл начинается, выполняется. Вот это вот первый раз. После чего идет проверка условий. Если условие у нас не истинно, а вот точнее истинно, да. Точнее, если оно истинно, типа, то выполняется тело цикла. То есть, то, что мы напишем в эту-то. После прохода всего тело цикла идет выполнение вот в третий блок. Потом опять во второй, потом в тело цикла. В третий блок, во второй, в тело цикла. А при первом его появлении, естественно, у нас идет в первый блок, потом во второй, в тело цикла. И вот так вот пошло. Вот так вот. Тык-тык-тык-тык по кругу. И давайте инициализируем. И здесь, как можно сделать это, инициализировать перемены. Мы можем назвать ее индекс. Кому как удобно. Я называю i. И ноль. То есть, массивы. Элементы в массиве идут от нуля. То есть, давайте сделаем сколько? Пять штук, например. Длина массива у нас, да, это количество элементов. Пять. Индексы идут отчет от нуля. То есть, четыре, да. То есть, нам нужно пройти по всем индексам. То есть, а, ну, я, наверное, не... Кто с массивами не знаком, я вообще не рассказал, да, как обращаться к массивам, к его элементам. То есть, нам нужны индексы. То есть, мы пишем вот нашу переменную, квадратные скобки, и нам нужно вписать индекс элемента, к которому мы обращаемся. Далее точка, ну и что-то с ним сделать. Ну или мы можем сюда присвоить наш объект. Вот так вот, собственно, это делается. Квадратные скобки, индекс, и уже что-то делаем с этой переменной, которая там находится у нас непосредственно. Итак, чтобы пройти по всему массиву, мы берем нашу переменную и, да, где она, и проверяем, меньше либо равна она последнему элементу. Как узнать, какой последний элемент? То есть, количество, да, gameobject. И массивы, у массивов есть такое, такое поле, лэнс, да, которое возвращает нам, собственно, длину его, то есть, количество элементов возвращает. Но мы помним, что, смотрите, количество элементов 5, а, собственно, индекс максимальный будет 4. То есть, как количество элементов минус 1. То есть, это будет всегда, вот смотрите, 3, да, это 3 минус 1, 2, то есть 4. Ну вы поняли, да, как это работает? То есть, потому что от нуля идет отсчет. Вот так вот. Тогда мы от нашей длины, то есть, количество массивовое количество элементов, отнимаем единицу. Собственно, как это нас учат в школе? Далее мы можем нашу переменную инкрементировать, то есть, ее постоянно увеличивать. То есть, оператор инкремента 2+, то есть, увеличит нашу переменную на 1. То есть, теперь смотрите, что у нас будет происходить. Когда наш цикл начнет свою работу, он создаст переменную и присвоит ей 0. проверит, 0 меньше, либо равно длина, чем минус 1, да? Он, нет, так как у нас там 4 элемента, да? И он что-то выполнит вот тут. Потом он к нашей, вот этому вот переменную нашу увеличивает на 1, да? То есть, она станет уже единицей, а не нулем. Проверить условие, 1 меньше, либо равно длина минус 1. И так далее, пока мы, собственно, вот это вот условие не станет ложным. То есть, мы делаем, смотрите, минус 1, как нас учили в школе. Но этого можно избежать. Мы удаляем единичку, и мы проверяем уже не меньше, либо равно, а меньше. То есть, если количество элементов у нас меньше, то есть, когда мы достигаем уже непосредственно пятого элемента, мы не проверяем, то есть, ну, не идет выполнение тела цикла, потому что все, то есть, число не меньше. Итак, ну и давайте что-то делать. Идем в GameObject, квадратные скопки, и вписываем нашу переменную ключ. Ну, это называется ключом. И потом, что мы помним? Там есть setActive, да, метод. Давайте его вызовем. False, то есть, выключим весь цвет. Давайте проверим, как это будет выглядеть. Вот, смотрим, весь свет нас выключился. На нас. Наш свет весь выключился. Давайте теперь это сделаем, ну, скопируем. И сделаем это непосредственно уже на какую-нибудь кнопку, чтобы мы нажимали. Идем в оператор if-else, который мы рассматривали тоже в одном из видео. Если не помните, пересмотрите. Ну, а сейчас я вам расскажу, как он работает. Если вот это условие будет истинно, здесь записываем наши условия. Обращаемся к классу Input, где, собственно, у нас там находятся всякие вводы, выводы и прочее. Здесь мы берем метод getKey. Давайте getKeyUp возьмем, то есть, отжатие кнопки. Скобочки, потому что это метод. И он принимает getKey. А, keyCode, да? GetKeyCode, собственно, клавиши. Пишем keyCode. И выбираем клавишу, которую мы хотим. Собственно, непосредственно давайте возьмем клавишу F вот отсюда. То есть, что у нас произойдет? Когда мы нажмем на клавишу F, мы пройдем по всему нашему массиву и свет выключим. Давайте это сделаем. Запускаем. Свет горит. Нажали клавишу F. Ой, я куда-то... Я прям... Понятно. Я в сцене нажал клавишу F и я, собственно, переместился очень далеко. Так, где мой плеер? Бывает такое. То есть, клавиша F в сцене, она, собственно, нас приближает камеру к какому-то элементу. То есть, вот, видите, да? То есть, если вы заблудились, вы можете нажать на своего игрока, например, и найти его. То есть, вот наш свет готов. Давайте камеру немножко поднимем, чтобы видеть это все. И отодвинем. Я нажимаю клавишу F и свет у нас выключается. Я нажимаю клавишу F, он не включается. Давайте сделаем это. Почему бы нет? То есть, для этого мы можем инвертировать нашу переменную, которую сюда передаем, да? Точнее, в данном случае, это просто литерал. То есть, он принимает булевое значение, да? И устанавливает его. Как мы знаем, у наших объектов есть такое поле, которое, возможно, вы уже догадались. Которое означает активный наш объект или нет. И вот это самое значение мы будем уже непосредственно инвертировать. Идем в гемогжи. Также вставим ключ I, то есть, обращаемся к текущему элементу. Оп. Далее точку. И берем наше поле актив-селф. Актив-селф возвращает нам булевое значение активный объект или нет. Как я уже говорил из видео про if-else, что в начале можно вписать восклицательный знак, и это значение будет инвертироваться. То есть, булевое значение будет инвертироваться. То есть, true будет становиться false, false будет становиться true. То есть, что нам это дало сейчас? То есть, когда мы будем нажимать клавишу F, мы ее нажали, мы проходим по всем элементам нашего массива и вызываем у них метод setActive с ихним состоянием активности. Если оно активно, то у нас ихняя активность инвертируется. То есть, было true, станет false. И, собственно, установится такое значение активности. То есть, setActive это сделает, да? То есть, если элемент был активным, он, собственно, станет неактивным. А неактивный станет активным. Ну и, собственно, давайте проверим. Так, main camera, нажимаем клавишу F, свет выключился. F включился. Давайте, чтобы было понятней, наверное, если кому-то уже не понятней, то просто выключим некоторые светильники. И, собственно, давайте я камеру подниму и посмотрим, да? То есть, смотрите, что сейчас будет происходить. то есть, я жму F, собственно, а почему у нас светильники, я не понял, не... А, я еще забыл объяснить кое-что. Кое-что важное про компонент, ой, компонент, метод gameobject, gameobject, vstack, 2, вот этих вот, все 2, все 2 метода возвращают только те gameobject, которые активные в сцене. То есть, поняли, да? Understand. То есть, те, которые вот активны. То есть, я их выключил, видели? Они не стали работать. Я забыл про это сказать. Ну вот, говорю. В принципе, ну, на этом, наверное, все. Если есть какие-то вопросы по fine tag, или по массивам, задавайте обязательно. Всем спасибо, что смотрели. и пока.